На следующий день после того, как пламя обрушилось на символ Парижа, Нотр-Дам теперь лишь по очертаниям напоминает памятник воспетой Виктором Гюго. Здание, которое пережило почти 900 лет бурной французской истории, разорено огнём всего за несколько часов в начале страстной недели перед католической Пасхой. Сохранены колокольни собора Фасад, а также знаменитый орган 18 века, как и другие ценные реликвии. Но вопрос, который мучает всех – как такое могло произойти? Генпрокурор был предельно ясен. Нет никаких предпосылок думать, что пожар возник по любой другой причине, кроме как по неосторожности. Расследованием занимаются 50 специалистов, они всё детально изучат. И вся правда будет озвучена. Утром во вторник после 12-часовой битвы пожарные рапортовали о победе над пламенем, которому всё же удалось уничтожить крышу и шпиль Нотр-Дама. Пожарных встречали как героев, даже если поначалу способы тушения огня критиковались практически во всём мире. «К нашему приезду пожар достиг больших масштабов, и стратегия генерала Жале, главы Парижской пожарной бригады, заключалась в так называемом разделении. Одну часть, к сожалению, нам пришлось оставить гореть, чтобы спасти всё остальное. Фасад, две колокольни и основную структуру здания, чтобы хотя бы их можно было восстановить». Парижская трагедия коснулась не только французов, но и иностранцев. Среди них посол США Джейми Маккурт. «Во мне борются два чувства. С одной стороны, как и у всех в мире, моё сердце разбито, потому что это такое сокровище не только для Парижа, не только для Франции, но и для всего мира. С другой стороны, я должна сказать, что я потрясена тем, как много удалось спасти пожарные. Прежде всего, нужно поблагодарить именно их за ту невероятную работу, которую они проделали». «Мы восстановим Нотр-Дам», – слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные ещё до окончательной победы над пламенем, уже во вторник воплотились в действиях. К данному моменту на реставрационные работы уже собрано около 700 миллионов евро.